Термометры канули в прошлое. На котельницу первого квартала электроника замеряет температуру теплоносителя. Сейчас она достигла отметки в 94 градуса. Это норма при минус 27 на улице. Данные контролирует старший смена Александра Сокольников. За 20 с лишним лет работы помнит, как сложно было иногда согреть дома в морозы. Говорит, уголь был не тот. Зависал уголь. Мы стояли на фронтонах, долбили уголь. Он сырой, не шел. Не могли выдать температуру. Тут только уголь. Хороший уголь, значит нормальная температура. Если плохой уголь, значит нет температуры. Сегодня здесь хороший уголь, красноярский. Им котельная отапливает больше 100 объектов, в том числе две школы и столько же детских садов. Несмотря на то, что из-за крещенских морозов пришлось запустить третий котел и расход топлива увеличился на 20 тонн в день, беспокоиться не о чем, говорят коммунальщики. 3,5 тысячи тонн запасов угля хватит до марта. Увеличенный штат сотрудников тепловой станции. На период похолодания мы увеличиваем штат машинистов на 4 штатных единицы каждый год. Мы планируем заранее, что зимой понижаются температуры, могут произойти форс-мажорные ситуации, холод, заболел кто-нибудь человек, подмена или еще что-то. Чтобы форс-мажорных ситуаций не случалось, работу всех котельных на контроле держат городские власти. Первый заместитель мэра Благовещенского Владимир Константинов отметил, зима выдалась морозная. В прошлом году ниже 27 столбики термометров не падали. Впрочем, морозы за 30 в этом году на работу котельных города не повлияют. Котельная работает полностью в штатном режиме. Параметры температурные соблюдаются с температурным графиком. То есть, сбоев в работе котельной нет. Дежурная смена выполняет полностью весь свой объем задач. Все котельные и Благовещенская станция рассчитаны на пик максимальных нагрузок. То есть, рассчитываются на температуру ниже 40 градусов в течение пятидневки. Между тем, синоптики обещают, что уже к выходным воздух в городе днем прогреется до минус 17 градусов. Тогда легче станет и людям, и котельным. Кристина Каширина, Оксана Коростеленко, Денис Лугов. Программа «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова